Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в гостях у Комсомольской правды главный врач медицинской клиники «Столица», организатор общественной организации «Струнка Украина», руководитель клуба здорового питания Саморенко Наталья Александровна. И сегодня речь у нас пойдет об очистке организма, как это правильно сделать, чтобы не навредить себе, и чтобы использовать для тела, так сказать, и для души. Итак, первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, все-таки, почему необходимо очищать организм? Потому что современный образ жизни, который заставляет нас перекусывать на ходу, питаться в фастфудах, дышать иногда не совсем чистым воздухом, приводит к накоплению токсических веществ в организме. Поэтому очень важно своевременно обращать внимание на свое здоровье, потому что мы еще и живем, к сожалению, во время, в эпоху экологического кризиса, а неправильное питание, сидячий образ жизни и здоровые привычки, приемы алкоголя еще больше усугубляют эту ситуацию. А что же такое очищение? Как это все происходит? Как правильно, чтобы было понятие у человека, что же такое очищение? Очищение организма – это, на самом деле, комплекс очень простых, но действенных и эффективных мероприятий, которые включают в себя здоровый сон, регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, употребление продуктов со щелочевающими свойствами и регулярное употребление минеральной воды с щелочными свойствами, типа боржуни. Ну, всем нам еще также известно понятие шлаки, да? Но не все так понимают, что же действительно, что же это такое шлаки и где они находятся в нашем организме и как их выводить, правильно? На самом деле шлаки – это не совсем медицинский термин, правильнее говорить о метаболитах, то есть продуктах обмена веществ или эндогенных токсинах. И накапливаться метаболитами и эндогенные токсины могут абсолютно в любой ткани организма, в любом органе. И есть места, скажем так, наиболее излюбленной локализации. Например, это жировая ткань, она является депо токсинов или еще называют кладбище токсинов. Еще пример, например, это накопление солей, мочевой кислоты в почках, в суставах. И эти действия происходят в результате того, что наш организм закисляется. Поэтому очень важно регулярно его ощелачивать. Вообще существует определенная закономерность накопления токсических веществ в организме. Как правило, вначале страдает первый уровень, то есть это наружные покровы тела, кожа, слизистые оболочки. Потом более глубокие слои – это проявления на уровне органов пищеварения и дыхательной системы. И уже в наиболее тяжелой степени – это отложение токсических веществ в паренхематозных органах, таких как почки, таких как печень, селезенка, легкие и другие. Вы тоже несколько раз повторили слово «ощелачивать». Как это «ощелачивать»? То есть мы все рождаемся, когда маленькие, мы щелочные, а с течением времени, в силу нездорового образа жизни, привычек в питании, мы закисляемся и мы умираем кислыми. И многие хронические заболевания возникают на фоне закисления внутренней среды организма. Поэтому очень важно регулярно употреблять продукты со щелачивающими свойствами, и мы об этом еще поговорим. И регулярно использовать быстродействующие средства. Это прежде всего щелочные напитки. А мне Ульяна сказала сюда занести. Правильно? Правильно? Нет, не знаю. Не сюда. Не мешайте. Продолжим наше общение. Следующий вопрос. Как можно понять, что нужно очищать организм? Какие, возможно, подают организм сигналы, что нужно применять срочные меры к очищению? Да, такие сигналы существуют. Есть группа признаков, по которым мы можем судить о наличии эндогенной интоксикации. Врачи считают, что если таких признаков три и более, то это повод серьезный, повод задумываться о своем образе жизни, о своем питании и водном режиме. Проявляются эти симптомы со стороны абсолютно различных органов и систем. Приведу несколько примеров. Например, со стороны нервной системы это повышенная утомляемость, усталость, нарушение сна, потливость, раздражительность. Со стороны органов пищеварения это метеоризм или вздутие живота, налет на языке, на зубах, расстройство стула или наоборот запоры. Со стороны почек это отложение солей и мочевой кислоты, формирование камней. Со стороны кожных покровов это разнообразнейшие, абсолютно разные аллергические проявления, покраснение кожи, возникновение лифов. То есть масса-масса признаков существует. И если вы у себя нашли три или более признаков, то это серьезный повод пересмотреть свои пищевые привычки и обратить внимание на то, достаточное ли количество воды вы употребляете. То есть по сути очищение организма происходит с употреблением большого количества жидкости, которые выводят вот эти все... Не только. То есть это, мы говорили, помните, что это комплекс мероприятий, в том числе и употребление жидкости. Если говорить о жидкостях, то это наиболее быстрый и эффективный способ, потому что помимо того, что вода это транспорт, то есть она помогает в выделительной системе эффективно вымывать токсины, так если эта вода еще щелочная, то она нейтрализует кислые метаболиты, которые накапливаются. То есть мы, по сути, такой двойной эффект мы наблюдаем. Следующий вопрос, который вытекает, так сказать, из предыдущего. Как часто нужно очищать организм, чтобы не навредить, чтобы не вымыть даже и полезные вещества, так сказать? Ну, на самом деле, чтобы не допустить более глубоких проблем со здоровьем и предотвратить развитие хронических заболеваний, нужно выбирать, во-первых, безопасные формы очищения, а во-вторых, чистить организм и очищать правильно, его нужно регулярно. И, на самом деле, врачи давно уже пришли к выводу, что одним из необходимых условий сохранения нашего здоровья являются регулярные формы очищения организма от залежей токсинов. Кстати, об очищении еще в свое время говорил и Гиппократ. И надо заметить, что некоторые древние лекари были весьма изобретательными в способе очистки человеческого организма. Ну, например, предлагали использовать залу или древесный уголь или даже оружейный порох. Поэтому лучше, конечно, до таких экстремальных форм не доходить. И обращать внимание на детоксикацию очищения в такой природной форме на регулярной основе. То есть это как основа здорового способа жизни. Ну, сейчас очень модно даже вести здоровый образ жизни, что, в общем-то, и радует. Да, и здоровье в тренде. Следующий вопрос. Как Вы относитесь к 5-7-дневным интенсивным чисткам в специальном санатории? Помогут ли они навсегда избавиться от токсинов и лишнего веса? Не навредят ли эти интенсивные очистки для организма? Ну, вот такие экстремальные чистки, это, безусловно, стресс для организма. И нужно понимать, что, ну, по сути, вот этот 5-дневный, 7-дневный такой детокс-экстрим, он же не избавит Вас от токсинов навсегда. То есть мы, во-первых, живем в мире токсинов, в нашем организме постоянно образуются метаболиты. То есть нужно заниматься их постоянным выведением. Ну, и вопрос о лишнем весе, то, безусловно, 7-дневная чистка не избавит от лишнего веса. То есть очищение – это не авральная работа, да, то есть это не авральное вмешательство в какие-то там системы организма. Это постоянная работа над своим образом жизни, над питанием, над водной душой. Ну, а есть же вот поездки в санатории, да, на воды лечебные. Они тоже там, наверное, как какой-то очистительный курс организма проводят. И я, кстати, слышала, что когда человек пьет, там, пусть им 2 недели, то приходит период обострения, а уже на третью неделю вот этого употребления этих вод уже какой-то эффект, наконец-то, наступает. Безусловно, трехнедельная программа – это всегда лучше, чем 5-7-дневная. Потому что она более мягкая, она растянута во времени, она, как правило, подготовлена врачами, то есть людьми с медицинским образованием, которые знают, как функционирует наш организм. И всегда, действительно, обострение наступает уже на тот момент, когда люди выписались из этой 7-дневной клиники. То есть, ну, большого смысла в таких процедурах нет. А вот если это минеральные воды 3-4-недельного курса, то тогда такой эффект, безусловно, будет выражен. Ну, расскажите нам бы далее, что же включает в себя понятие безопасного очищения шлаков и токсинов? Вот шлаков и токсинов. Безопасное – это означает природное, то есть максимально близкое к природе, физиологичное и с отсутствием побочных эффектов. То есть мы говорили, что безопасная очистка – это комплекс простых мер. То есть это еда, вода, отказ от признак привычек, сон, ну и чуть-чуть хочу углубиться. То есть для детокса важно есть некоторые группы продуктов. Во-первых, мы говорили, что это продукты с ощевачивающим действием. И к этой группе продуктов относятся прежде всего овощи, кроме осленовых, практически все фрукты. Особое внимание хочу обратить на цитрусовые. И также молоко, молочные продукты тоже обладают щелочными эффектами. Кроме того, важно обратить на употребление продуктов, которые содержат большое количество клетчатки. Это, например, наши родные сливы, яблоки, тыква, морковь, свекла. То есть эти продукты максимально эффективны для безопасного природного очищения. И также хорошо использовать теплые овощные супы, которые обволакивают слизистую оболочку у животка, кишечника и помогают хорошей эвакуации из желчного пузыря. И благодаря этому у нас улучшается выделительная функция печени и пищеварительных органов. Это тоже очень важно для детоксикации. Для детокса очень важно пить правильные напитки. Наиболее эффективным из них является щелочная минеральная вода боржовского типа. И для детоксикации она применяется в дегазированном, теплом виде. И также хороши напитки, которые содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Ну это, например, морсы, соки, узвары. То есть все это хорошо работает. То есть водичку сначала выпустили газ, немножко она, чтобы нагрелась, да, и потом употреблять. Вот так правильно? Ну даже специально можно подогреть, предварительно действительно открыть бутылку, выпустить газ, подогреть воду. И при температуре 34-35 градусов. А Вы сказали вот цитрусовое. Я знаю, что многие для похудения используют, в основном едят грейпфрут, говорят, хорошо худеет от грейпфрута. Правда? Ну за счет, во-первых, щелочных эффектов, во-вторых, за счет очистительных эффектов. Действительно все это работает. То есть когда мы выбираем щелочные воды, когда мы выбираем щелочные продукты, то эффекты проявляются довольно быстро. И самое важное, что они пролонгированы во времени и надолго закрепляются эти эффекты в нашем организме. Следующий вопрос. Какие способы очищения, по Вашему мнению, самые подходящие для организма? Ну, ничего сложного нет. То есть нужно выбирать самые простые средства. Во-первых, спать достаточное количество времени, гулять на свежем воздухе, заниматься водными процедурами, есть здоровую еду, регулярно проводить очистки. То есть это самые простые методы. Из них хочу выделить те методы, которые работают наиболее быстро. То есть это щелочные минеральные воды, которые быстро обеспечивают транспорт токсинов наружу и, кроме того, обладают выраженными щелочными и дезитоксикационными свойствами. Скажите, но постоянно, некоторые врачи говорят, что постоянно минеральную воду нельзя пить. Нужно будет коктейли курсами или можно все-таки потреблять? Вот вместо обычной воды постоянно пить тот же боржом. Ну, боржоми пьется в случае, например, переедания, в случае алкогольной интоксикации. То есть можно ее сравнить как ферментный препарат, который помогает нам решить некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому и как быстрый компонент лечения назначается минеральная вода боржоми для ощелачивающего и дезинтоксикационного эффекта. И, безусловно, это курс, это не должно быть на постоянной основе. То есть, переел, выпив этот день боржоми. Если была алкогольная интоксикация, то нужно увеличить минеральную щелочную нагрузку на следующий день. То есть, когда похмелье, боржоми запивать. Да. А народные способы есть какие-то для очищения от швака в организме? Есть. Это беда для нас, для врачей, потому что народ наш изобретательный. Способов очистки масса. А врачам потом приходится лечить осложнения, негативные последствия таких народных чисток. Ну, я думаю, многие слышали. И от использования банальных клизм до каких-то сложных уриновых чисток. И чего только народ мне рекомендует. И ядовитые травы, например, морозник или чистотел, и сухое голодание, и какие-то слабительные мочеводные чаи. Но нужно понимать, что любой метод лечения имеет свои показания, противопоказания. И некоторые способы чисток просто-напросто опасны для здоровья. Побочные эффекты какие-то могут возникнуть? И, может быть, если есть какое-то хроническое заболевание, нельзя применять тот или иной метод ощущения? Безусловно, побочные эффекты нередки при использовании таких вот методик. Например, при наличии камней в желчном пузыре нельзя использовать оливковое масло с лимонным соком. Это наиболее такой яркий пример народных чисток, потому что этот камень может пойти в ход и вызвать серьезную хирургическую патологию, которая требует реанимационного отделения и вмешательства хирурга. Есть случаи отравления ядовитыми растениями. То есть в любом случае фитотерапию должен назначать доктор-фитотерапевт. Какие-то очистительные программы должен составлять врач-диетолог. Вот такое вмешательство неразумное может серьезно подорвать наше здоровье. Какой самодеятельности? Пришли к врачу, вам назначили курс. Выполняем. Так, вы и есть. Также прозвучала ранее алкогольная интоксикация. Расскажите нам, пожалуйста, что же это такое и как с этим бороться. Потому что, ну, бывают случаи разные в жизни. Все бывает. К сожалению, в нашем обществе алкогольная интоксикация не редкость. И возникает она в том случае, если мы превышаем дозу алкоголя. Рассчитать свою дозировку очень просто. Она, во-первых, отличается по полу, по возрасту и массе тела. Так вот, для мужчин по крепким спиртным напиткам допустимая, предельно допустимая дозировка является полтора грамма на килограмм массы тела. А для женщин всего один. По сухим винам, то есть более слабые алкогольные напитки, там дозировка чуть-чуть выше. Для женщин допускается 2 грамма на килограмм массы тела, а для мужчин около 3. Вот и считайте. То есть у нас большинство населения прибывает просто... Это слишком мало получается. Да, в хронической алкогольной интоксикации. То есть это совсем не те порции, к которым многие привыкли. И в результате вот такой хронической алкогольной интоксикации страдают очень многие функции системы организма. Это и сердечно-сосудистая, и нервная, и психическая деятельность. То есть страдает и эмоциональная сфера, и конкретивные способности. Это серьезная проблема сердца. Как себе помочь? Вот если утром проснулся, у тебя такое серьезное похмелье, а нужно идти на работу, там, или какая-то серьезная встреча. Не рассчитал человек свои силы. Если вы превысили дозу алкоголя, то нужно помнить правила. В день употребления спиртных напитков. И на следующий день важно увеличить водно-минеральную нагрузку в организме. Что это значит? То есть если мы обычно пьем где-то литр-полтора жидкости в сутки, то на следующий день мы пьем щелочную минеральную воду боржомского типа, по только более высокой дозировке, уже 2-2,5 литра. Потому что нам нужно все это вывести раз, и все это ущелачить два. И это количество минеральной воды нужно распределить равномерно в течение всего дня и пить небольшими порциями весь день. То есть получится приблизительно 40-45 грамм минеральной воды боржомского типа на килограмм в массы тела. А есть еще народный искусство фросол любит пить полутран. Он тоже немножко помогает? Повышает уровень солей, наверное? Немножко помогает. То есть, во-первых, там тоже есть минеральные вещества, и есть еще энзимы. То есть это те продукты, которые помогают переработать метаболиты в организме. Нам еще читатели прислали некоторые вопросы. Свои известные методы очистки консультируются. Подходят ли и нет. Молодые семена расторопши действительно ли очищают печень? Посоветуйте еще действующие натуральные растительные препараты и способы очищения как печени, так и всего организма. Расторопши в отношении печени действительно очень эффективны. И врачи назначают, как правило, семена расторопши, массу, расторопши шрот определенными курсами. Есть и другие средства для очищения печени, например, артишок, например, алоэ. Но в любом случае лучше предварительно посоветоваться с врачом, потому что те же самые камни, о которых мы сегодня говорили, они могут негативно сказаться на течении хронического заболевания, если оно имеется. Еще вопрос. Здравствуйте, с детства мучаюсь прыщами на лице. Поможет ли очистка организма избавиться от такой проблемы, как у меня? Много им сладкого, но переходный возраст уже прошел. Ничего не могу с этим поделать. Перепробовала почти все методы, ничего не помогает. Лишь летом, когда лицо загорает, прыщи уходят. Ну, на самом деле, если есть прыщи в области лица, это серьезный повод подумать о том, что человек ест в течение дня. Прежде всего, нужно исключить продукты, содержащие сахар, белую муку. Также очень часто, если прыщи связаны с развитием кандидозной кандиды, то рекомендуют исключить молочные продукты и посленовые овощи. То есть, вот такие вот меры, они, конечно, потребуют дисциплины, но эффект буквально через 2-3 недели будет, что называется, наблюдающий. Ну, вот пишите, что ем много сладкого. То есть, сладкое тоже влияет. Да, это одна из прыщей. То есть, понимаете, есть продукты, которые являются кормовой базой для развития вот этой патогенной флоры, которая эти прыщи вызывает. Поэтому, если мы будем кормить, ей будет, как на курорте, тоже добро, да, и она будет в прыщах ходить всю жизнь. И тратить только деньги на какие-то крема или процедуры, которые якобы эти прыщи убирают. Но причина, безусловно, только внутри находится и на дне далеки. Ещё вопрос. Так, ну да, вот про сок алоэ. Правда ли, что помогает при чечении организма? Как его применять? Сейчас в экопродуктах он появился в концентрированном виде. Правда ли, что это способствует похудению? Ну, к сожалению, сок алоэ не способствует похудению. То есть, сам по себе сок алоэ не избавит вас от лишних килограммов. То есть, никто ещё не придумал ничего лучше, чем классика жанра здоровое питание, физическая нагрузка и водный режим. Сок алоэ может выступить вспомогательным методом, довольно неплохим. То есть, это, во-первых, довольно качественная витаминно-минеральная добавка. И сок алоэ используют в комплексных программах очищения организма. Так, ещё вопрос о минеральной воде. Скажите, у меня повышенная кислотность. От Миргородской, конечно, становится плохо, появляется изжога. Раньше спасалась Моршинская, но сейчас и от неё не важно. Покупаю простую чистую воду, и у меня всё проходит. Что посоветуете? Ну, в случае изжоги вода для обычного приёма должна быть не содержащая большого количества минералов. А вот, как скорая помощь, внезапно возникла такая ситуация, то щелочные минеральные воды будут помогать хорошо. Ну, вот та же Боржоми великолепно поможет снять симптомы изжоги. Ещё вопрос от Марты. Наше тело очень часто сравнивают с хрупким сосудом. Но всегда ли мы этот сосуд держим в хорошем чистом состоянии? Ведь за годы нашей жизни мы успеваем надеть в него столько неправильного. Он загрязняется неправильным питанием, неправильным образом жизни, дурными мыслями. Так как научиться держать свой сосуд в чистоте? Что такое на самом деле? Ну, в шлаке об этом уже говорили. Хороший вопрос, хорошее сравнение. Действительно, мы ведём очень эффективный способ жизни по накоплению токсических веществ в организме, метаболитов. И для того, чтобы от них избавиться, нужно, ещё раз повторю, пытаться правильно всю жизнь, а не вмешиваться вот какими-то диетическими методами аврально. Следить за своим водным режимом. Регулярно пить щелочные минеральные воды Боржомского типа. И, конечно же, следить за своим ментальным состоянием. Потому что вот эти эмоциональные загрязнители, которые встречаются повсюду, в транспорте, в магазине, они, к сожалению, тоже отравляют нашу жизнь. И очень важно смотреть позитивно на окружающий мир и дружить с положительными эмоциями. Ещё бы мы говорили тоже о сухой голодовке. Но я вот, например, не совсем поняла, что такое сухая голодовка. Сухое голодание – это метод голодания, который исключает не только еду, но и воду. А вообще ничего не пьют и не едят? Ничего не пьют и не едят. Это относится к экстремальным способам медицинской практики. Должен проводиться только под наблюдением врача. И при исключении противопоказаний, при предварительном клиническом обследовании данный способ эффективен для лечения некоторых аллергических заболеваний, некоторых психических заболеваний. Нужно понимать, что это очень серьёзный метод лечения с массой побочных эффектов и должен проводиться только с разрешением врача и под наблюдением врача. Ну что ж, мы так быстро и эффективно, по сути, ответили на все вопросы от наших считателей. Завершающее слово. Возможно, есть что добавить? Есть что добавить. Во-первых, благодарю за интересные вопросы и интерес к здоровому образу жизни, здоровому питанию и к детоксикации в частности. Действительно, сейчас мы живём в такое время, когда очень важно взять самому ответственность за свой образ жизни, за выбор продуктов, за выбор воды, за регулярные физические нагрузки. И если всё это в вашей жизни будет в разумном балансе, то вот такой подход позволит нам сохранить здоровье навсегда. Спасибо. Благодарю.